Девушки отдыхают Проекта Откровения Здравствуйте, меня зовут Наталья, мне 27 лет Я переехала в Питер в 2011 году из Казахстана И я работала вебкам-моделью Я родилась в Казахстане, в городе Астана, нынче Нурсултан Большую часть детства я провела вообще в деревне То есть надо понимать, я цивилизации не видела У нас там сотовая связь в 2005 году появилась Когда я училась в школе, а в школе я училась в городе Мне было некомфортно, потому что я была аутсайдером Я была очень тихим, таким забитым ребенком Мне было тяжело социализироваться В 10 классе, собственно, мои подруги лучшие уезжают И у меня просто жуткий стресс Я понимаю, что я осталась одна Мне просто не с кем общаться Мне было ужасно плохо, больно И я понимаю, что мне надо уезжать И, собственно, так я решила поехать в Питер учиться Я, получается, подала на программу Помощь возвращения соотечественников на родину Вот, прошла эту программу И, собственно, поступила в архитектурный университет Потом я заканчиваю университет Не без трудностей Закончила специальность архитектора, градостроитель Во время учебы у меня появилось очень крутое увлечение Косплей Оно полностью меня поглотило Потому что для реализации моего творческого потенциала Это было наилучшее вообще хобби Я нашла работу в магазине тканей Которая давала мне очень много вдохновения На этой работе я помогала людям подбирать ткани Создавать наряды, костюмы И, собственно, отчасти это удовлетворяло мою потребность в косплее Но меня не оставляла мечта монетизировать это дело И, собственно, как-то зарабатывать на этом Потому что это занимало очень большое количество моего времени И тогда в моем окружении появился человек Который сказал мне Слушай, я работаю косплеером Я одеваю костюмы, разговариваю с людьми Им нравится, они мне на это донатят И все замечательно И она сказала, я провожу стримы Я такая, о, стримы это классно Я в этом разбираюсь, это круто, хорошо Нормально Она мне организовала собеседование Я пришла Мне там начали рассказывать У нас главное правило не раздеваться Но унюд категория Как бы ты свои костюмы показываешь Показываешь какой-то интересный человек Рассказываешь И, собственно, этим зарабатываешь Зарабатываешь очень хорошие деньги Прогнозы были примерно от 100 тысяч и выше За две недели работы Немного расскажу про устройство Webcam вообще студии и всего этого Ты сидишь в общем чате И для того, чтобы дальше посетителю Называются они мемберы Остаться с тобой в привате Ему надо заплатить денежку Вы уходите в приватный чат Ему капает, как бы он платит денежку Там за каждую минутку Вы общаетесь, общаетесь, общаетесь По окончанию чата Производится расчет И вот, собственно, я прихожу Вот этот общий чат Все такие позитивные Все такие классные Типа классные костюмы Я думаю, блин, как здорово И мой первый приват Мы проходим в приват Мы такой Ну хорошо, раздевайся Я такая Что? Мне стало неприятно Вообще Полный сумбур Я растерялась И в общем Я сама как-то это все отключила Вышла И была в полной растерянности Потом я подошла к администраторам Сказала, что вот так и так Вот такая ситуация А они такие Да ничего страшного Просто такие люди Тебе просто случайно попалось Ты гни свою линию Все нормально Я такая Ну хорошо И, собственно, дальше приваты у меня шли Люди приходились Были такие, что просто пообщаться Но в основном все шли С определенной целью Что это секс Я, естественно, отказывала Потому что это вне системы моих ценностей Мне это абсолютно не нравилось Неинтересно Более того Обесценивание моего труда Как косплеера Моих костюмов Меня очень сильно задевало Более того Я зарабатывала меньше всех И думаю, в чем дело Количество времени я провожу В принципе адекватно И даже больше, чем надо 15 часов за сутки Хорошее количество времени Я очень общительная Коммуникабельная Я ко всем добра Тогда они сказали Слушай, у тебя модель поведения не такая Ты мужчин не принимаешь Мне тогда администратор говорит Слушай, ты сиди красивая А я сейчас С соседником сяду И буду за тебя печатать Я такая Ну окей Я сажусь И делаю вид, что Имитирую, что я печатаю И тогда просто Текст меня поражает Фразы были около того Что, типа Ну посмотри на меня Я сейчас там Кошнусь плечико Ручки Грудки свои Да, там А представь, как мы могли Что-то там делать Это насилие психологическое Да, это не физическое насилие Но ты чувствуешь, как будто Вот тебя используют Все это закончилось Все это там продлилось Какое-то Да, действительно Приват был очень долгий Я заработала много денег Но Стоила ли она того? Дело в том, что у сайта Есть своя система И ты не можешь зарабатывать Меньше определенного уровня За период ты должен был Закрыть 600 баксов За период Это 2 недели Нужно было закрыть 600 баксов Не меньше Потому что Ты 300 себе забираешь 300 ты отдаешь студии В сутки можно сидеть 15-18 часов Где-то Но вообще в среднем Обычно 8 И ты сидишь Общаешься Флиртуешь С мужчинами Которыми тебе Себе не нравится Говоришь о том Как тебе приятно С ними общаться И когда тебе показывают Гениталии Ты говоришь Ну, дорогой Я тут не для этого И пытаешься ему Объяснить Что ты не такая Вместо того Чтобы послать его Далеко и подальше И просто сохранить Свою психику За один приват Можно было получать По-разному От 20 баксов До Не знаю Бесконечности 100-300 Сколько ты с ним будешь сидеть У меня иногда Приваты были по 4 часа Когда я начала Это все понимать Осознавать Что это вообще Не то, чем кажется Я пришла к администраторам Сказала Слушайте, в чем проблема Почему вот девочки Все говорят о том Что вот у них Общаются ради общения А у меня за сексом приходят И тогда они мне сказали Ты себя развратно ведешь Ты понимаешь Ты такая Вот тут такая развратная У меня тогда еще Психика была Не такая устойчивая И мне казалось Что действительно Может я себя как шлюха веду Может если я так позиционирую Может мужчина во мне видит Какую-то вот эту вот Падшую женщину В общем это все Привело к тому Что у меня началась Просто такая депрессия Такой раздрайв Мне было очень плохо Потому что с одной стороны Вроде и деньги Вроде бы я и косплеем занялась Потому что у меня были Постоянные фотосессии Я делала новые костюмы Потому что были деньги Я выставляла фотографии И вот как-то я вращалась Все-таки в косплее И это были основные мои мысли Но это была защита психики Потому что в итоге Я занималась не тем Вот вообще не тем Если честно Мне даже сейчас противно От того что Вообще в принципе От этой ситуации Это ужасно просто Не жалеть Ничего здесь не надо Нужно было просто Развернуться Встать и уйти Я просто погружалась В какое-то Эмоциональное дно Я ушла оттуда Мне предложили работу В другой студии Вебкам Которой Нету таких правил Там вообще никаких правил нету Типа Как хочешь Так и общайся То есть можно Без сексуального По текстам И я подумала А что мне попробовать Может быть там Я по-другому смогу общаться Может они какие-то различаются Эти студии Может вообще Действительно Надо посмотреть А там уже непосредственно Была категория нюд Да там действительно Это мастурбация на камеру Девочки этим зарабатывали И радовались Но я для себя В какой-то момент Поняла Что я хочу поближе Пообщаться с этими девочками Узнать вообще Что с ними происходит Это ужасно Это очень сильно Сказывается на их личной жизни На их либидо Очень сильно То есть Они не могут уже Иметь такой связи С партнером Это с их слов Да Они начинают ненавидеть мужчин Искренне их ненавидеть У них получается Они видят в них только деньги И отвращение И деньги То есть Через отвращение Они заставляют себя Зарабатывать деньги И с их психикой Страшные вещи происходят Потому что Тут ценности плывут Тут все И их социализация в обществе Они как бы изгоями становятся Меня стало это засасывать Я поняла Что моя психика просто разрушается Я много рыдаю Я не выхожу из дома Притом я выпускаю эфир Я просто туплю Я пытаюсь говорить с человеком Но у меня в какой-то момент Просто с ним конфликтор Ругань происходит И все Самая классная штука на вебкаме Это когда к тебе приходит Постоянный клиент Он с тобой стабилен Он тебя радует подарками Он с тобой нежен, добр Девчонки впадают С этими клиентами в отношения Они начинают с этим мужчиной Общаться Кто-то влюбляется Кто-то не влюбляется Но они становятся От него зависимы Когда Человек видит Что он может получить Что-то Из воплощения Своих сексуальных фантазий Это не заканчивается Одной фантазией Сегодня он просит Ударить по щеке Завтра он попросит Ударить плеткой Послезавтра он попросит Порезать Поджечь У этого нет предела Нет предела вообще Более того Мне одна девушка рассказывала Что она с парнем делала то Что ему пришлось По ту сторону За бугром Там в Америке Ему пришлось Скорую вызвать Потому что он был Изрезанный весь Она приказывала Он был ее рабом И она приказывала Наносить ему Увечья Я уволилась Из той студии И когда я ушла И начала общаться Как-то вот с людьми С мужчинами Которые не касаются Гик-культуры вообще Они начинают говорить О том Что косплей Это сразу эротика Это секс Это печально Откуда это мнение Я считаю Что это все Из веб-кама И вы просто не представляете Насколько он глубоко Вообще проник Во все сферы жизни Когда люди приезжают В другую страну Вот в новую Они надеются Что есть легкие пути А что там Подрочить А что там Переспать с кем-то Это ужасно То, что происходит С психикой у девушек Это отвратительно просто Стыд 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 Постоянный Как бы Как я Взрослая девушка С образованием С приличной Хорошей семьей У меня замечательная семья И мне сейчас Какой-то мужчина Тыкает членом в лицо И заставляет смотреть на это И при том Я иду на это Добровольно Почему я на это Я же как бы Сделала выбор Прийти на это Оказаться в этой ситуации Не всегда сразу Осознается Как ты в этом Оказываешься Не все сразу Понимают Что это такое Я считаю Что все-таки Киберсекс Но он все же секс И если за это платят По мне так Это киберпроституция Ну лично Мои выводы Только что вы посмотрели Новую серию Проекта Откровения И мне очень важно Чтобы вы оставили Свои мысли в комментариях Также если у вас Есть интересная история Пишите мне ее В инстаграм Либо в ВК Там у меня Открытая личка С вами был Александр Жучкин До новых встреч Друзья До завтра Пока Субтитры сделал DimaTorzok